27-я Гомельская школа известна далеко за пределами Гомеля и даже Беларуси своей миротворческой деятельностью. Школа мира. Именно такой статус носит это учреждение образования. А еще оно одно из старейших в регионе. Построено в 1936 году. Кто бы мог сказать, проходя по этим кабинетам и коридорам, как много видела и пережила школа на своем веку. Уютно, современно, красиво. Все, чтобы здесь было в радость учиться и развиваться. И, что очень важно, чувствовать себя в безопасности. К новому учебному году здесь установили две турникетные системы. Одну для начальной школы, вторую для старших ребят. Средство – спонсорская помощь. Кстати, начальное крыло отремонтировали практически от пола до потолка. Сразу обращаем внимание на плитку на стенах коридоров. Активность детей младших классов на переменах приводит к тому, что нижняя часть стен быстро становится грязной. С окрашенных попробуют а три грязные следы, а вот с плитки легко. Кроме того, такое оформление выглядит нарядно и эстетично. А еще здесь для трех групп продленного дня первых классов подготовили сюрприз. Теперь каждая из трех спален оформлена тематически. Мы немножко отошли от стереотипов. У нас каждое спальное помещение, оно как бы выполняет две функции. Первая функция – это, конечно, ребенок здесь должен спать, чувствовать себя комфортно. Но все-таки мы помним о том, что мы находимся в школе. И поэтому школа всегда подразумевает определенную познавательную функцию. Поэтому спальня у нас тематически. Вот спальня, в которой мы находимся, она вся голубая, она посвящена у нас морю и рыбкам. Каждая фотография, которую видите, она подписана. Ребенок смотрит, он запоминает, расширяет таким образом свой кругозор. Следующая спальня у нас посвящена бабочкам. Еще одна спальня посвящена птичкам. Большой финансовый блок проведения горячей воды – это требования санитарных служб. Теперь вместе с холодной она есть в каждом классе и кабинете. И еще один фронт работ – создание нового кабинета физики. Кабинет, в котором мы находимся, это кабинет физики. У нас он находился в другом совершенно крыле здания, в совершенно неприспособленном для этого помещении, где отсутствовала лаборантская. Опять-таки нам пришлось здесь все делать с нуля. Стены и пол, и обратите внимание, вся абсолютно новенькая мебель, новая лаборантская вот там за нашей спиной и в лаборантское новое оборудование. Осталось нам только получить новый кабинет физики в плане технического оснащения, и тогда будет просто замечательное помещение. На подготовку школы к новому учебному году потратили 48 тысяч. Львиная доля – внебюджетная деятельность учреждения. Это не только платные образовательные услуги, но и сдача в аренду помещений по вечерам, например, для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий. Прощаемся с руководством 27-й школы и сразу же отправляемся в Гомельский район, в Урицкую среднюю школу. Здесь учатся дети из пяти населенных пунктов. За воротами перед крыльцом – настоящий ботанический сад. Вся дворовая территория в ярких клумбах, по периметру – высокие туи. Идем внутрь. Здесь тоже много чего успели сделать к первому сентября. Сумма, которую потратили на подготовку и ремонт с самого необходимого – немногим более 20 тысяч рублей. Так, для ребят готов полностью отремонтированный спортивный зал. Он, кстати, востребован с утра до вечера, поэтому быстро теряет вид и часто требует ремонта. Кроме того, отремонтировали два санузла – для девочек и для мальчиков. Тона тоже подбирали соответствующие, чтобы даже такие помещения не были безликими. А еще 85 светильников заменили на энергосберегающие. Также продолжается замена дверных блоков. Конечно, сделать все одномоментно не получается. Но когда есть планы и цель, то идти к задуманному гораздо легче. Да ведь и не в одиночку. Руководству школы в решении материальных вопросов всегда стараются помочь и отделы образования, и спонсоры, и родители. На вопрос, оправданы ли эти бесконечные ремонты и обновления, директор школы Марина Белько отвечает, не задумываясь. Оправдано все. Потому как безопасность, прежде всего, дети должны не просто получать знания, они должны быть здоровыми. И как пришли в школу, так и ушли с полным багажом знаний и с крепким здоровьем. Поэтому, конечно же, что санитарные правила, которые действительно нам кажутся порой, может быть, они достаточно сложными, но все выполнимо. И все, наверное, идет от жизни. Поэтому, конечно же, мы постарались сделать все, чтобы привести наше учреждение образования в соответствии с данными нормами. И наверняка государство правильно делает и, конечно же, заботится о том, чтобы наши дети учились и получали знания в достойных условиях. Наверное, именно так и надо относиться к школе, как ко второму дому для своих детей. Ведь хочется создавать уют и поддерживать порядок в собственных домах. Так почему по хозяйству не относиться к месту, где сыновья и дочки проводят так много времени? Ответ очевиден. Вместе возможно все. Марина Джала, Валерия Гапанько. Новости недели.